все будет под контролем блин я вообще не знаю как успокаивать этих детей все хорошо не плачь главное главное не плачет и почему платит нет идиот коза рогатый или прикинь мне приснилось то что нас кучу детей их вообще невозможно контролировать хорошо что это всего лишь был сон лёша ты не сон ты издеваешься на подержи маши пойдут магазин за подгузниками и вот сап ребят и мы наконец-то готовы сообщить вам эту радостную новость мы наконец-то стали родителями правда на 24 часа ну зато как по мне быть родителями это очень круто потому что никто ничего не запрещает можно играть в игры сколько хочешь а еще не надо даже в школу ходить а я считаю что это очень сложно быть родителями потому что это изменит полностью нашу жизнь ну вот или мы узнаем больше плюсов или минусов быть родителями ну что ж поздравляю вы дорогие наши родители спасибо как он смотри интересно наш ребята мне кажется вы просто обязаны поддержать нас лайком потому что сегодняшний день обещает быть очень сложным как думаешь сколько это заслуживает лайков ребенок я думаю миллион миллион а мне кажется 300 тысяч достаточно для ребенка ребята поставьте пожалуйста 300 тысяч лайков потому что мы очень будем сегодня стараться и так мы подготовили все самое необходимое для нашего малыша памперсы пеленки соски игрушки все это для нашего маленького бэйбика смысле зачем ты с ним так сюсюкаешься уже не настоящий а ты думал что нам сразу доверить живого ребенка ну да мы же такие крутые родители я там такое взрослый уже спокойно могу по этого ребенка потянуть ну ладно давай будем учиться ухаживать за малышом что там вообще надо для него я не знаю ну как же ты не знаешь ты же в куклы в детстве играл у тебя сестру есть маленькая большая там ты должна разбираться в этом всем ну их нужно кормить переодевать пеленать и укладывать спать и так по кругу что он плачет не настоящий может он успокоить что ты делаешь еще раз такое будет эти настоящего ребенка в жизни не дали понял понял я знаю как успокаивать по-твоему так ему нужно поменять памперс и запеленать ну так как я настоящий мужчина я отложу эту лопатку пожалуй и сам это сделаю давай опа аккуратно как вы тут смотрите какой это явно не наш в общем или перед этим роликом я очень сильно подготовился и насмотрелся кучу разных лайфхаков как обращаться с детьми и даже там был лайфхак как быстренько его раздеть и переодеть пеленки смотрите берешь такая на скорости берешь главное аккуратно так подцепить и 1 2 3 лёша что ты делаешь быстро раздевание нормально ты можешь аккуратнее быть с ребенком как вы по-другому что-то это надо снимать ну конечно надо быстренько снимаем кофту вот тут подцепить спасибо папаша ну хорошо что это не настоящий ребенок знаешь что давай сделаем вид что ничего пока что не произошло вот да уж я бы дождь верят настоящего ребенка все будет под контролем я смотрел лайфхаки смотри дальше нам надо расстелить вот эту пеленку саму ты уверен наверно дальше салфеточки точно я совсем забыл то что перед тем как ребенка брать надо это руки смысл не для меня это для ребенка на держи лёша прекрати что ты делаешь ну помогай тогда я не знаю как с ним обращаться берем салфеточку лёша все уйди отсюда протираем все ребенок готов ничего мама также делала конечно все так делают дальше присыпка что с ней делать нам поймал так не сюда переворачиваем ребеночка или насыпай лёша присыпка нужно для того чтобы папка малыша не потела сори он все все теперь буду слушать тебя и делать как надо будем учиться так все сойдет все отлично теперь берем памперс ребята обучаемся ухаживать за детьми вместе с вами когда вас появится ребенок вы тоже столкнетесь с этим так что давайте чем раньше тем лучше узнаем как правильно с ними обращаться так теперь дальше берем подгузники окей берем здесь перед назад куда ноги вставлять ему вот здесь вот зад мы кладем сюда как они понимают это расправляем расправляем давай кладем ребеночка ну а так просовывай между ног ему раздвигай его почти получилось ну да с первой попытки он даже не сопротивляется кажется неживой или лёш вообще-то нужно делать все аккуратно чтобы ребенок чувствовал нежность и тепло ну да и так я умею все смотрите лёша подожди когда будь живой я буду аккуратнее такими темпами я не доверюсь все хорошо тогда буду аккуратно аккуратненько стой неправильно сначала нужно расправить и ты не с той стороны сидела давай я подержу его фу сын вроде бы как мне девочка дочка он давай не давай ты теперь мы аккуратно заворачиваем все вроде мы его завернули теперь ему хорошо тепло и главное удобно ребенок должен чувствовать тепло и заботу лёша сейчас когда его обниму и будет ему тепло кто-то пришел доню привет можешь поздравить нас поздравляю знакомься это блин кстати мы имя не придумали может быть аня не давай лучше оливер это девочка оливер то блин знаешь что давайте лучше подписчики решат как назвать нашего ребенка напишите в комментариях какое вы бы дали имя вот этому вот чуду можно несколько вариантов и для мальчика и для девочки а вдруг вам просто нравится ваше имя можете написать и его короче ждем ваши варианты потом устроим голосование так это получается вас сегодня родительский день как ощущение ну пока что вроде бы все гладко вот учимся пеленать этого бэйби к мужу ребят мне кажется вас не очень хорошо получается быть классными родителями ну кто сейчас пеленает это же мучение вот представьте себя на его месте вы думаете это кайф лежать как мумия давайте я вас запеленная и вы поймете как это неудобно давай чё ты легко так или вставай будем тебя пеленать 1 ты же у нас большая девочка тебе нужна большая пеленка я взял одеяло бедный ребенок как вы так замотали мама не умеет пеленать точнее вообще пеленать нельзя людей вот смотри уже хорошо ну что как тебе да нормально очень капюшончик а прикинь как ребенку представь просто лёша ты следующий у или ты прям как фараон тебе идет подобно раун она мумия ну давай такого цвета давай меня давай тебя мотайте крутить ребенок крутится ребенок он любит всякие штучки делать ну и все знаешь что лучше бы ты в наш мир обмотал ну на самом деле да ребят ссылка в описании да потому что намного удобнее чем вот этот цвет мы по удобству вообще не то неудобно тогда лучше худан дай мне мой я буду как пелено ну вы теперь понимаете каково ребенку вы сидеть в пеленках все да не нам все понятно можешь нас разматывает нет 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 лёха сейчас про списание тихий час так что держи тебе сосочку я чумен ребенка уложили все детки спать а воспитательница пошла кушать шоуруму всем пока твой куда ты я хотела принести комикс а где он где-то там лежит все тогда я усну сразу же вот держи твой комикс прикольно читай а я побежал пока стас юзай телекинез ой блин следующую страницу как перевернуть блин на самом интересном а беленьки вообще быть неудобно скованы все движения даже страницу не могу перелеснуть надо выбираться да уж детям вообще не по кайфу в них находиться не хочу так жарко все решено никаких пеленок больше будет у нас настоящий ребенок буду ему разрешать делать все что он захочет лёша ничего не хочешь сделать ну нет тут много игрушек классно хочешь одну дам ты издеваешься распутай меня ладно стоп 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 это это настоящий ребенок я думал будем родителями по дорожку у нас кукла там мы с ней нянчимся кормим она как-то сама ходит туалет ненастоящие дети же я их боюсь их видела вообще а что делать вообще эля лёша успокойся посмотри какая она милая смысле милая у нее рога или не окажется он или иди сама с ними как-то нянчить отстань от меня иди к ней денег зовет маму там ли что мне кажется или вроде бы не так уж все и страшно или хороший такой укоротитель все равно не хочу мне туда подходить что это за стремные звуки но хочет есть есть кажется она голодная так что я пойду что есть приготовлю от и сиди с ней слушай я тут вспомнила может заведем нашему ребенку карточку стоящий за карточку сейчас покажу смотри вот она смотри это специальная дебетовая карта тимков джуниор во первых с этой картой наш ребенок никогда не потеряет деньги во вторых мы как родители можем ставить задания за которые наш ребенок будет получать денежки ну даже не знаю подожди это еще не все третьих ребенок может копить на свою мечту ведь каждый год в копилке на карте будет прибавляться три с половиной процента но еще у нее есть кэшбэк это когда с покупок часть твоих денег возвращаются тебе назад но самое клевое что карту тимков джуниор можно получить детям практически в любом возрасте заказать карту можно по ссылочке в описании оформив карту по этой ссылке бонусом вы получаете еще 10 процентов кэшбэка на игры в самых популярных магазинах ну круто ведь слушай круто надо будет заказать лёша где наш ребенок смотри она наш комикс читает ты лучше мне расскажи чем ты и вообще собираешься кормить чипсиками полой там наверно я бы не отказался давай посмотрим что есть холодильнике ну посмотри да и хорошие мы с тобой родители нам даже ребенка нечем покормить а что они вообще идет молоко точно но у нас даже его нет ладно попрошу кого-нибудь быстро привести нам его ладно хорошо ты тут разбирайся а я пойду смотреть за ребенком а то он сейчас там кричит уже что-то так я позвоню диме дим привет привет а что ты делаешь по делам пытаюсь и что мне нужно чтобы ты в список своих дел прибавил купить молоко и привезти его очень срочно смысле зачем у нас дома ребенок пожалуйста поторопись это типа какой-то очередной про дима это никакой не пранки серьезно говорю у нас дома ребенок нам нужно срочно молоко чтобы покормить его пожалуйста быстрее ладно хорошо скинь мне адрес есть что нибудь придумаю и приеду хорошо не плачешь из игрушку пути быть найдут успокойся блин я вообще не знаю как успокаивать этих детей при мне нужна помощь я помощи я кто может помочь маме позвонить нет она мне скажет ты же уже взрослый кто 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 позвоню стасу стаса все знает он у нас умный за ним привет стас ты как о привет лёх я нормально все так же а вы что новый ролик снимаете да блин стас когда ты уже к нам вернешься без тебя вообще ничего не выходит снимает от гипс иди сюда ну врачи говорят что скоро я уже сам жду поскорее бы сняться в роликах слушай лёха где это ты я в туалете мне капец как нужен твой совет и чё прячешься отеля или что нет от нашего ребенка мы стали родителями на 24 часа и ребенок у нас только появился я не знаю что с ним делать он плачет там попробуй как-нибудь развлечь или насмешить не знаю но это же не младенец который от побрякушки может смеяться эта задача посложнее ну да ты тут прав но я на самом деле детей вообще не долюблю поэтому зря ты мне позвонил брата кстати ребят ссылка на мерч в описании ладно лёха удачи тебе пока я буду наслаждаться воздухом и лечить свою бедную ногу ладно я приму этот вызов но вы ребята поддержите меня лайком погнали понял не то ладно Да, мне получилось ее развеселить, поэтому я очень, наверное, хороший даже клоун. Я все-таки нашел хороший способ, теперь у меня есть хотя бы пару минут, чтобы отдохнуть. Так, а где, кстати, Эля? Куда она ушла? Ну где же Дима уже, а? Дима, ты где? Да иду я, у вас здесь не работает, а вы на четырестом этаже. Почему-то не вы, а служба мне. Давай быстрее, мы уже ждем. Да я почти же поднял. Вот, Эля, свежедобытая. Ну, наконец-то, спасибо тебе большое. Вуаля! Ну, мам, помогай молоко пить. Солнышко, будешь молоко? Почему? Да попробуй ты молоко, оно очень вкусное. Реально классное. Попробуй, попробуй. Чувствуете? У нас, кажется, ЧП и авария какая-то. Так, ребят, с молоком я вам помог, но дальше как-нибудь сами. Эля, ну ты же, мам, попробуй ты. Не-не-не, ребят, я на такое не согласна. Ну, походу, моменты икс надо маму вызывать, я тоже не смогу это сделать. Смотрите, она молоко пьет, но другой этап. Сами, давай, звоним. Так, Леша, ты не сливайся, ты с самого начала говорил, что ты крутой папа и можешь с этим совсем справиться. Так что все, давай не сливайся. Хорошо, справлюсь. Я будем звонить. Алло, здравствуйте. Как вы слышите, у нас тут огромная проблема, можете нам помочь, пожалуйста, приехать? Вот, да, вот сейчас пользуемся этой попыткой одной. Не, попыт не надо вести. Попыткой, да. Все, спасибо, ждем. Так, Эля, все, миссия выполнена, ребенок перезагружен. Теперь можно новые порции туда закинуть. Отлично, я как раз только что погуливала и узнала, что таким детям можно уже давать готовую еду, поэтому я вот приготовила кашу. Мама! А я тоже такую хочу. Для тебя я не готовила. Эля, ну играть с едой, надо как-то съесть ее. Давай летит самолет. Летит самолет, открываем аэропорт. Ой, Эля, насвинячила, насвинячила. Давай, открывай ротик. Как это работает? Вкусненько? Скажи да, скажи да. Знаете что, мне кажется, Эля хорошо справляется с этим испытанием, потому что какие-то самолеты, лодочки, машинки летают у нее. Хочу вам признаться, что мне казалось, что бате быть гораздо проще. Но забот с ребенком столько, как хорошо, что мы с Элей вместе и помогаем друг другу. Ребята, ставьте лайк, если хотите видеть Элю гораздо чаще в наших роликах. И напишите об этом в комментариях, потому что без нее я бы не справился. Если бы был тут Стас или Даник, мне кажется, мы бы тоже не справились. Летит самолет, давай, давай, Эля, мама, нет? Ей нравятся, кажется, ягоды, но мне тоже ягоды больше нравились всегда в кашах. Так, ну все, вроде бы она ест, миссия выполнена, 2-5. Хорошие родители. Леша! Что? Уже 6 часов, погнали на треню. Блин, ты очняк, сейчас только переоденусь и можно будет выдвигаться. В смысле, Леша, какая тренировка, ты офигел? Мы с тобой сегодня вместе, родители, так давай до конца, я одна не справлюсь. Ладно, Эля, ты права, блин, Димас, прости, сегодня ты без меня. Будем делать это вместе и до конца. Что у нас дальше по планам? Дальше мы идем гулять, нужно одеться. Ну как раз и на турнички может заскочить. Ну, реально, давайте. Нет, мы идем на детскую площадку. Ладно, блин, с ребенком жизнь меняется полностью. А я-то привык, что можно делать все, что захочется. Но пора привыкать, мы скоро снимем новый челлендж на 24 часа. И вот это уже будет реальное испытание. Так что прямо сейчас спуститесь вниз, нажмите на красную кнопку и подпишитесь на канал. Теперь ты не пропустишь новое крутое видео. Ну что, Эля, погнали одеваться. Пошли. Так, давай я тебе помогу. Так, вроде бы это сюда, а нет, сюда. Сюда. Давай. А ты сама умеешь? О, она сама все умеет. Смотрите, какой я хороший отец, уже научил ее одевать обувь самостоятельно. Так, давай. Мы телекинез, у нас мысли общие. Да, давай, давай. Видали, даже ничего делать не надо, просто главное хорошо сказать. Так, это готово. Теперь вот это осталось. Тебе не жмет? Все хорошо? Блин, убежала. А это оказалось гораздо проще, чем я думал. Так, только надо надеть еще эту шапку? Или что это? В смысле? Окей, я понял. Еще раз надо. Иди сюда. Я хороший, я не кусаюсь. Так, давай, одеваем эту ногу. Сюда. Так, давай мы не будем мучить папу, а просто оденемся. Не надо сопротивляться. Я не кусаюсь. Так, бац. Теперь вторая нога, давай. Теперь вот это. А как она одевается-то? Блин, нормально, смотрите, модно. Классно. Хотя так она ничего не заметит. Попытка номер ту. Хоба. Хоба, хоба. Да не снимай же ты шапку, она нужна, там солнце напечет. В принципе, нормально вроде бы. Пойдем гулять. Погнали. Разнесем всю площадку. Эля, ты там скоро? В общем, смотри, здесь куча всего есть. Горка крутая, по которой можно съезжать. Берешь такая и вот. Уху. И съезжаешь. Потом, смотри, здесь есть качели, на которых тоже можно кататься. Ты садишься здесь, а я тут, и мы катаемся вместе. Классно, да? Вообще много чего есть. Еще карусели. Карусели, это вообще классно. Берешь. И крутишься. Ну куда ты, ну постой, шапку, главное не снимай, солнце напечет. Хотя ладно, вон лежит. Потом оденем. Я же крутой батя, буду все позволять ей. Блин, главное ее поймать. Блин, она слишком быстрая. Так, поймал. Пойдем в песочнице поиграемся. Погнали. Так, смотри. Я буду таким, знаешь, бульдозером. Вот таким. А ты будешь строителем. Вот, держи тебе. Лопатку и ведро. Будем замок строить. Вот, берешь, набираешь песка побольше. Немножко смягчаем все это. И бац. Смотри, сейчас будет магия. Не получилось. Попробуй ты. На, держи. Держи. Ну, доломала мой замок. Пойдем лучше покатаемся на каруселях. Погнали. Там классно. Пойдем, переступаем. Давай, прыжок высокий. Опа. Вот это ты далеко прыгаешь. Пойдем. Пойдем, покажу классное место. Погнали. Берем. Готово? Давай, я ловлю, я ловлю. Ой, кажется, я не то что-то сделал. Понял. Слазим. Кажется, боится высоты. Мама. Эля, тебя зовут. Давай, помогай. Леш, я смотрю, вы поладили. Да. Только уже поздно. Надо уже собираться домой. Да не хочет домой, нам круто здесь. Пойдем домой, Любава. Нет, не хочет, не хочет домой. Все, у нас своя здесь атмосфера, Эля. Ребята, уже очень поздно, пошлите. Дай нам пять минут и пойдем, хорошо? Пять минут. Десять. Пять. Пятнадцать. Две минуты. Пять. Умноженное на два. Пять. Десять, все, договорились. Пойдем, пойдем кататься. Тебе понравится? Там классно. Ты хочешь песком играть, да? Да. Песком. Ну, давай играть с песком. Итак, Эля, мы уже с тобой на финишной прямой. Все, что нам осталось, это, конечно же, принять ванну и положить спать. Да. Так что давай, вы пока переодевайтесь, а я займусь ванной, окей? Да, договорились. На самом деле, в детстве я очень любил принимать ванну. Особенно, когда там была куча пены, горы из этих пен. И поэтому я для своего ребенка устрою пенную вечеринку. Ну и, конечно же, добавляем нашей пены. Много пены, не жалеем. Раньше, вы знаете, в детстве капельку делали, и все. А тут мы добавим просто кучу ее. Ну все, осталось только дождаться, пока все это наполнится. Леша, можно зайти? Да подожди, еще 5 минут, и у меня будет все готово. Леша, что это? Это пенная вечеринка, у меня здесь все как надо. Туда ныряешь, у тебя все в пене, классно. Леша, уже время ложиться спать. Так, мы просто умоемся, а ты это все убирай. Да в смысле, тут нормально, пускай нырнет туда, там классно. Ты в детстве никогда в пене не купалась? Леша, убирай все это. Ладно, блин, не оценили, не оценили. Эля, видишь, ей нравится. Пена, это классно. Все, давай ныряй туда. Леша, она маленькая, ты что? Смотри, как она оценивает ее, классно. Так, все, давай все убираем, мы идем умываться. Мы одинаковые с ней, у нас общие цели. Мы идем умываться, все, Любава, пошли. Оставим папу убираться. Пойдем, пойдем умываться. Майка садись сюда, солнышко. Это облако мне напоминает комментарий. Сюда можно много чего написать. Так что, ребята, напишите в комментариях. Что-нибудь, как у вас дела там, пока я буду убирать это все? И не забудь помыть пол, где здесь очень мокро. За ребенком следе на пену уже есть. Любава! Все, хватит в телефонах сидеть. Сейчас я вам прочитаю очень классную сказку про приключения в космосе. Хей, вотсап, народ. Сегодня мы с пацанами решили перебраться в комикс и узнать, как тут можно потусить. Ты только посмотри на эту штуку. Да я могу переставить буквы словами после того, как уже произнес их. Даня, будь осторожней, мы нарисованы, вдруг ты и нас изменишь. Что? О, нет, вот это круто. Эй, пацаны, смотрите, я умею какой-то телекинез использовать. Сейчас полетит Даня в тебя кружком. Бам! Леша, ты что, обалдел? Лови-ка. Бам! И меня уносит в стену. Вот это прикольно. Димас в этот момент прячется за стеной, а Стас изобрел какую-то машину времени. Вот это интересно начинается. Фух, наконец-то этот сложный день закончился. Ребенка Элли повезла домой к маме. Ну а я решил попрощаться с вами. Ребята, не забывайте то, что ссылка на меньшее в описании. Там куча всего интересного, комиксы, байки, майки, кружки и так далее. Ну а с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока.